друзья я вас снова всех приветствую сегодня у меня проект кухни леруа линейная кухня это помещение немножко подготовлено здесь был владимир вот проект это кстати дело екатерина сейчас покажу как выглядит проектик то есть у нас здесь все есть даже вот расположение где что хранить рекомендации вид такой вид другой так все это дело выглядит в общем информации в принципе достаточно чтобы с этой информации поехать леруа берлин и вам уже допустим там выписали все согласно проекта минимум движений так есть вот такая схемка по розеткам по рекомендации здесь с розетками получилось у нас небольшой просчет в общем кто-то не до посмотрел это что-то не так написал в общем не понятно но в общем по факту вот эти розетки должна быть левее то есть они должны начинаться 900 миллиметров у нас от угла вот но владимир скорее всего подумал что 900 миллиметров они должны заканчиваться в общем суть такая что у нас здесь один модуль здесь модуль посудомойка и эти розетки должны быть между этими модулями то есть подальше смещены вот мойки вот но в общем с владимиром созвонились уже как бы не проблема он говорит я перенесу розетки вот у нас здесь будет стеновая панель правда сегодня в общем я эти две розетки заглушу вот эти розетки у нас остаются и сюда нужно будет 2 добавить в общем созвонились уже решили в общем этот вопрос приедет потом переделать вот так здесь у нас розетки есть для микроволновой печи розетки есть и у нас есть розетки вытяжка и подсветка все там для холодильника ну как бы все помещение тоже с ремонтом от застройщика то есть я уже здесь потихоньку разложился и начинаю непосредственно сборку монтаж так друзья еще были вопросы по поводу интеграции подсветки в навесные шкафы то есть не накладной профиль в профиль ставить а врезной вы все возможно при желании вот насколько это конечно актуально не знаю многим нравится человек захотел именно интегрированную подсветку то есть вот такой врезной профиль вот он вот так он выглядит то чего практически не будет физически не будет видно и соответственно вот сейчас заготавливаю все фрезеровки то есть вот шкафа фрезернул здесь у меня будет кнопка сенсорная сегодня подсветка свг вот так она выглядит здесь будет заложен провод и снизу будет у нас также просто выпирать просто точечка вот это и соответственно вторая половинка для этой кнопки и провод проходит в такой штробе и уже непосредственно можно взмахом руки включать и выключать так друзья день 1 и быстрые итоги дня каркасы на месте фартук основная стена на месте там завтра буду пилить по факту уже подгоню под высоту итоговый шкафов значит здесь у нас принципе линейная кухни ничего особенного там по сантехнике чуть краники докрутил мойку так просто примеряли здесь будет добор здесь будет добор вот это как бы одно из правильных решений там делать доборчики когда крайняя мойка вытяжка на месте вытяжка такая горение видите со смещением смещена у нее выход вентиляции для подсветки фрезеровка на месте все кнопочка вон там на месте завтра уже подключу покажу здесь итак друзья обзор кухни леруа мерлен фасады ньюпорт бежевые столешница и стеновая панель дуб горный вот выглядит прикольно но есть там моменты с пластиком такой какой-то своеобразных хотя вот эти столешница и стеновая панель шли трехметровые обычно не 240 это ровно ты шла и как бы нормально пилится все без претензий к ней все все окей но с евро запилом моменты есть так здесь по просьбе заказчика сделали косы скошенный фартук вот то есть но выглядит тоже прикольно как бы не вот так как обычно делается скошенный вот и интересно выглядит у нас техника вся фирмы горения у нас посудомоечная машина 45 все открывается закрывается ну я вам скажу что опять же горение там очень похоже на медея ну вот прям по внешнему виду вот единственно отличается вот программами всем остальным естественная технику которую устанавливаю если есть такая возможность я соответственно проверяю далее у нас духовой шкаф все здесь тоже горение горение варка но это не индукция это стеклокерамика то есть все подключено тоже все работает все как положено здесь у нас вытяжка вытяжка у нас также горение фирмы и обратите внимание да у нас сама такая встраиваемая но тело вытяжки торчит вниз мне писали там под прошлым видео типа вот короче шкаф там это все ну понятное дело короче шкаф и короче фасад это когда вы мебель на заказ покупаете никогда леруа и обратите внимание у горения смещен выход вентиляции к вентиляции у нас вытяжка не подключалась то есть она у нас просто там выходит такой грибочек чтобы в потолок не дуло вверху у нас розетка слева это питание вытяжки справа это питание подсветки обратите внимание то есть там подписаны фаза фаза и как бы направление куда должна смотреть вилка потому что блок питания имеет фазировку то есть нельзя там путать я имею ввиду про подсветку здесь у нас микроволновая печь также горение вообще смотрите сгорения есть да вообще не сгорения с встроенными свч со встраиваемыми есть моменты и нюансы вот у горения тоже там свои своеобразные размеры в общем без так сказать доработок вот не получается строить вот эту микроволновку то есть вот изначально из коробки достаешь все она просто туда не влазит просто тупо не влазит фасад естественно просто не откроется вот но как обычно приходится что-то колхозить манипулировать и так далее ну либо вообще не устанавливать вот а хотя человеке уже сдать уже не может потому что покупал давно покупала мне кстати еще до проектирования кухни еще всю технику вот но я же опять повторяюсь там некоторыми манипуляциями все это дело устанавливается все это дело держится то есть все как положено то есть никуда не убегает не выезжаю дверь у нас открывается без проблем питание кстати обратите внимание для микроволновки если она вас в стройка да вот сюда в навесной шкаф обязательно питание должно быть выше микроволновки то есть за ней не должно быть ничего потому что как правило микроволновки тоже занимают почти всю глубину навесного шкафа сразу скажу что глубина здесь вот переда до задней стенки 33 сантиметра глубина встраивания данная свеча 32 сантиметра то есть все окей все влазит можно в принципе даже до 35 сантиметров глубину в стройке вот там заднюю стенку можно вырезать и она туда принципе влезет но вообще старайтесь искать чтобы они по высоте не сильно большие были что это у нас почти 39 сантиметров высотой здесь в идеале должно быть сантиметров на на 38 вот так 38 до 38 наверное чтобы она прям четенько влезла в общем не есть проекты с микроволновками две кухни уже установлен рвашные там непонятные фирмы какие-то китайские но там они встраиваются практически без проблем далее пойдем здесь у нас здесь обратите внимание много выдвижных механизмов как по мне ими пользуются намного удобнее нежели дверь полка то есть для хранения места очень много здесь у нас под духовкой также выдвижной механизм по проекту ручки там нет и я соответственно не ставил ну и по проекту нет и по факту ручки нет здесь аналогично ручки это леруа мерлен фирма джет ну про внешность ручек это уже дело довольно таки индивидуальное кому-то нравится кому-то не нравится мне самое главное чтобы эти ручки нормально прикручивались вот эти ручки у нас хорошо прикручиваются они комплектуются нормальными болтами то есть все как бы штатника не надо ничего колхозить вот это самое главное для меня а как они выглядят ручки поэтому как бы дело 2 мне общение волнует далее у нас здесь мойка смеситель смеситель с функцией подачи чистой воды смеситель фирмы гопу есть вот такой с гибким носиком вот таким еще у него есть функция можно делать душ для такой маленькой мойки конечно не знаю насколько это актуально но судя по комментариям по вашим комментариям опять же от хозяек которые пользуются такими смесителями говорят что очень удобно пользоваться такими смесителями и чистая вода у нас соответственно идет мойка фирма угран мойка домой к как бы такая пойдет в общем бывают и по качестве не в общем я имеют по плоскости когда потом фрезеруют вот эту посадочное место фрезеровка под чашку сифона то есть бывает лучше по качеству не знаю сколько она стоит но в целом все нормально склеилась все держится здесь так значит здесь что у нас было сделано во первых у нас были просто две заглушки по воде я купил два сгона то есть это такие удлинители металлические купил два сгонщика проходной кран для питания водой посудомоечной машиной кран угловой на холодную воду кран проходной для фильтра и аналогично кран угловой для горячей воды подводки гибкой естественно не хватило то есть я здесь наращивал смотрите по поводу наращивать либо полностью менять я в общем придерживаюсь системы такой если у смесителя на вот этой гибкой подводки туда входит штуцер и там две уплотнительные резинки то я его не меняю но вообще это гапа хорошая фирма насколько я знаю легапо в общем подводки у них хорошие штатные идут и менять на другую цель но как бы я не вижу особо смысла тем более все подводки гибкие которые продаются имеют со штуцером которые туда в смесах закручиваются они идут с одной уплотнительной резинкой здесь штатная 2 стоит поэтому я купил просто гибкую подводку 40 очки вот тоже то здесь гайка 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 получается хотя штуцер гайка если по правилам полдюймовый и все это дело нарастил все как бы все на виду в случае чего да там можно увидеть что где-то что-то подкапывает и это дело заменить далее у нас слив непосредственно сифон и слив у нас посудомоечная машина все как бы сюда в манжете но я хотел сначала суда в сифон бахнуть и но короткие вот у всех проблема горения и мидея там бико хайнс ханса короче все вот эти вот кроме короче больше электролюкса ну то маска понятно там все остальное у них у всех короткие подача воды и слив очень короткий то есть вот досюда слив уже не дотягивается хотя у нас вот она здесь посудомойка вот поэтому было принято решение завести напрямую в канализацию через манжету это хорошая манжета резиновая там как бы она сидит очень плотно далее у нас здесь есть фильтр aquafor на три картриджа как бы ничего сверхъестественно обычный фильтр компактный как бы все окей и самое главное это сифон икея вот отличный сифон и я всегда всем рекомендую вот заказчик тоже приобрел точнее это был у меня сифон и вот я щас заказчику его можно сказать продал вот потому как родной и родные сифоны во первых они текут сразу же их нужно полностью на силикон сажать во вторых он занимает место то есть вот здесь бы торчал бы вот этот стойник и понимаете наш как не так не сильно большой и получается здесь уже ведро нормально не поставить сейчас здесь место я думаю вы видите да то есть сюда можно хоть три ведра ставить и все в окей все очень компактно получилось а так здесь у нас получается по краям стоят доборы доборы крайне я всегда рекомендую рекомендую их по одной простой причине потому что у нас допустим сегодня мойка маленькая но иногда люди покупают большие мойки там она 56 идет грубо шириной там 54 вырез то есть если бы у нас мойка была больше да она бы закончилась у нас практически по краю шкафа и соответственно чтобы нам отодвинуть мойку от стены то вот здесь я рекомендую делать доборную вставку фреш ставку плюс у нас опять же дверь открывается на больший угол но сверху у нас небольшая идет и то есть не симметрия до варочной панели здесь у нас два восьмидесятых модуля и здесь соответственно добор у нас больше потому что он разный размерный ряд но симметрия у нас выходит вот в этом месте в обязательном порядке то есть вот эти шкафы симметричны далее из-за разницы размеров шкафов у нас здесь уже разные доборы здесь у нас 80 модуль сушка для посуды пару полочек все как бы окей здесь у нас также 80 модуль просто полки все отлично так эти показывал здесь у нас подъемники этот подъемничек и этот аналогичный подъемник в общем в принципе для палаты картину так сказать для какой-то симметрии да можно в принципе вот эти поменять местами здесь будет как бы одна линия здесь маленький фасадик но с точки зрения пользования мне кажется что удобнее когда здесь будет побольше пространства чтобы сюда что-то ну такой брать доставать если здесь у нас получается по факту как маленький проемчик вот ну тут уже кому как по проекту по крайней мере вот то есть вот так у нас все прорисованное есть соответственно делаем все по чертежу здесь соответственно у нас бортиков никаких нет то их не любит вот все у нас телекончик я его наношу в самый последний момент то есть когда я полностью здесь убрал чтобы никакая пыль на него не села поэтому еще блестит когда высохнет помотовеет из-за интересного заказчик здесь захотел интегрированную подсветку это все дело фрезеруется по месту то есть у нас врезной профиль он уже интегрируется непосредственно в самих и сами шкафы вот снизу выглядит то все вот так здесь вот здесь и пошла сюда подсветочка то есть визуально давно мы видим что у нас профиль как бы не торчит но вообще насколько это актуально честно говоря как бы не знаю но заказчик захотел как бы мое дело только маленькое все это смонтировать но я больше за интегрированную подсветку допустим если интегрировать в накладную панель вот покупать накладную панель такого цвета до сюда и прикручивать и интегрировать туда подсветку чтобы снизу да все это было так такого же цвета и подсветка там спрятана как бы выглядело бы наверно бы еще круче но и так в принципе выглядит классно включается выключается у нас все это от замаха руки то есть это весь комплект нас был куплен в svg сейчас я покажу блок питания вот там лежит у нас блок питания и слева это лежит контроллер как раз вот вот этой кнопочки от этого сенсорного датчика все это работает не диммируется ну просто включение-выключение и здесь аналогично у нас продолжается все это дело то есть все как бы как положено в вытяжке тоже свет соответственно вообще горение по качеству хорошая техника но есть там моменты нюансы с установкой с фурнитурой и так далее вот здесь с владимиром все обговорили в общем так как здесь были родные розетки владимир добавил сюда две как бы там не или недопонимание к это получилось так и не понял в общем по факту нужно было здесь ну ну то есть вот добавить вот сюда вот 4 розетки то есть сместить их подальше чтобы у нас участие розетки были вот 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 в этой зоне вот провода я сюда вытащил владимир приедет сделает 2 2 подрозетника все это подключен проблем нет здесь соответственно розетки у нас все на месте как и были перенеслись так здесь все вроде рассказал давайте быстренько по стоимости пробежимся и так здесь мы с вами имеем так значит здесь мы имеем с вами 9 каркасов да кстати вот опять по стоимости некоторые люди не понимают то есть допустим человек купил там кухню да там за 100000 я там объявляю сборку 30000 люди не понимают что это не только сборка кухни а это установка и подключение к сожалению нет обзора заказа я вам не могу сказать сколько сколько стоит данная кухня к сожалению не могу сказать вот на скидку я думал тысяч тысяч на 120 плюс минус где-то так по дровам вот сборка кухни вот просто сборка кухни получать 12 600 то есть вот это собрать каркасы установить их навесить фасады двое попили там и вот это вот все кроме соответственно техники и мойки и смесителя то есть вот и соответственно из-за этого исполнится цена значит у нас что было сделано сборка 9 каркасов 12 600 из техники нас было установлено посудомоечная машина варочная панель духовой шкаф вытяжка мойка смеситель фильтр для очистки воды вода это получается доработка сантехники там установка кранов канализации так далее микроволновая печь подсветка потому что у нас интегрированные три три модуля получается тысячи рублей каждый могут 3000 рублей стеновая панель по метражу я считаю 2 500 вот общая по сборке нас получается 35 600 вот из дополнительных расходов это я вчера ходил в магазине 5 500 купил то есть там после техники это основное что потянуло по сантехники вот эту вентиляцию и купил силикон клей чтобы клеить этот фронток общем 5 500 в местном магазине ну конечно чуть-чуть дороговато и еще я сегодня сходил докупал там немного по канализации еще 800 рублей и плюс сифон полторы тысячи рублей то есть это есть дополнительных расходов но получается группа горя там 43 такой тысячи то есть это со всеми делами вот по технике стоимость нужно смотрите на ищите в магазинах интернетах все написано техники покупают кто такую хочет у кого сколько денег и так далее потому что даже там взять уже горели у них есть и дешевые модели с дорогими так друзья могу еще рассказал все в этой кухне я закрываю месяц май мая сегодня все дальше уже у нас пойдет пойдут июльские кухни когда вы смотрите это видео не знаю потому что у меня перед этим еще за три кухни смонтировать видосики в общем все это кухни у нас правильно на май месяц и смотрите опять ньюпорт вот это уже третья кухня ньюпорт все перестали покупать вашу софию так далее то ли после моих видео то ли непонятно в общем все друзья как обычно контакты в описании вопросы тоже пишите туда в комментариях если есть какие-то глобальные вопросы либо подписывайтесь на телеграм-канал я там быстрее отвечу потому что я там вижу оповещение куда приходят ваши сообщения в ю тубе я тоже захожу читаю но не всегда получается вот поэтому ссылка на телеграм-канал в описании если записи сборку контакты ватсапа тоже описали на прямая ссылка есть все тут пишем но сколько чисто и саду июль пока все я не не записываешь никого нашли июль уже июль битком даже потихоньку людям записано июль потому что люди делают ремонты и записываются заранее вот как бы так вот имейте ввиду все друзья всем пока